По Волжскому государственному университету телекоммуникаций и информатике Самары выделят 50 миллионов рублей. Эти средства пойдут на капитальный ремонт фасадов зданий учебных корпусов. Также уже в следующем году на территории вуза начнут строить бассейн. Сейчас идет процесс оформления всех необходимых документов и проектирования. Любое спортивное сооружение – это большой плюс для любого учебного заведения. Бассейн – это даст на самом деле большой толчок в развитии вот этого направления. В этом году университет связи получил новую жизнь. Вузы сбежал реорганизации в виде присоединения к столичному образовательному учреждению. Против объединения вузов выступили губернатор Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Парламентарий и глава региона направили обращение министру цифрового развития связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву с просьбой сохранить ПГУТИ в качестве отдельного вуза. Кроме того, Александр Хинштейн выступил инициатором создания на базе университета связи двух профильных кафедр, где будут готовить специалистов почтовой службы и телекоммуникаций. Планируется, что впоследствии студенты войдут в кадровый резерв предприятий. Очень важно дальнейшее развитие нашего цифрового вуза как базового, как одного из четырех всего таких связных вузов по стране. И мы очень рассчитываем на то, что ПГУТИ будет расширять свою деятельность и вносить очень существенный вклад в цифровое развитие и региона, и Прилосского федерального округа в целом. В этом году в регионе начинается запуск пилотной программы устранения цифрового неравенства 2.0, которая предусматривает обеспечение всех населенных пунктов устойчивой сотовой связью и интернетом. Мэри Елчан, Константин Головин, События.